Ладно, давайте еще такую тему с вами разберем. Эта тема очень важна, потому что иногда у человека достаточно силы, аскезу он совершает, допустим, в спортзал ходит, или даже на природу, но у него есть сила, чтобы чувство собственного достоинства держалось в центре. Но, понимаете, у чувства собственного достоинства в целом есть еще два направления. Есть направление служения, желание счастья другим, а есть направление, в котором ты желаешь счастья себе. Это называется истинное эго и ложное эго. Понимаете, мы говорим о достойном человеке в данном случае, потому что если человек унижен, то он или в депрессии, то там уже не имеет значения, оно всегда ложное чувство, собственно, достоинство, когда оно выходит из центра. Но в центре бывают уникальные разные случаи. Уникальные. Ну то есть в чем уникальность заключается? В том, что иногда вот эта позиция центрального чувства собственного достоинства, она путается с правильной. Вот у человека чувство собственного достоинства в центре, он реально принимает судьбу, но при этом он не испытывает истинного достоинства по отношению к другим людям. То есть он настроен корыстно, хоть он и сильный. Понимаете? И вот эти две люди, которые настроены корыстно, но и сильные люди, они при этом делятся на две категории. Одни люди считают себя успешными, вот это первая категория, и как они выглядят? Они очень сильно рисуются, стараются по моде одеваться, то есть они так, ну как бы, у них такой надменный сильный взгляд такой. Ну если вы хотите примерно посмотреть, что это такое, если вы в самолет заходите, там, ну почти весь бизнес-класс, ну за редким исключением такое. Проходи, проходи, чё ты? Нова, 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 болит на своем место, нова. Вот. Ну примерно так, понимаете? То есть это чувство собственного достоинства в страсти. Достойные эти люди? Достойные. У них есть силы, как бы, они могут даже не гордиться собой слишком сильно, но они при этом, они рисуются. Они играют в жизнь. Эти люди не строят настоящие отношения с другими людьми. У них нет доброты, нет чувства какого-то глубокого. У них есть только дела, их бизнес, и всё, что есть в их жизни, и всё подчинено вот этим вещам. Любовь, сегодня человек очень богатый, там, он в Москве строил, там, эти вот небоскрёбы, самые первые. Не буду говорить, кто, я не люблю этого делать. Он пригласил меня проконсультировать его. Ну я думал, реально человеку нужна моя помощь какая-то. Пришёл к нему, он там, на этом небоскрёбе, он занимает целый этаж, там, там у него офис, там, как оказалось, и он живёт там тоже. Там у него телохранители, секретарша, там его семья, всё вместе, короче. Ну большой первый этаж, такое большое пространство, всё вместе. И он пригласил меня. Он сел такой, смотрит на меня. Ну давай, показывай, что ты можешь. Я говорю, а чё надо-то? Он говорит, а чё надо? Ну чё можешь, то и надо. Давай, показывай. Чё ты можешь? Я говорю, я чё, я не знаю, у меня люди обычно чё-то спрашивают, я отвечаю. Чё надо спрашивать? Ну хорошо. Там начал чё-то спрашивать. Ну в основном спрашивают, чё я могу. Ну то есть, ему скучно, понимаете? Скучно девочке, то есть, ну деньги есть, как бы всё есть, но как-то скучно. Понимаете? И вот он пригласил меня, я должен его развлекать. Ну естественно, не за бесплатно, правильно? Вот. Ну и я ему рассказал, чё я могу, говорю. Я могу, чтобы человек раскаялся в своих грехах сделать. И так далее. Ну мы с ним так поговорили, ему что-то не сильно понравилось, не воткнуло его, не воткнуло разговор. Вот. Он посмотрел, так опустил, ну да, понятно, понятно. Ну понятно, понятно, понятно. Ну понятно. Ага. Ну в общем, ему всё понятно со мной стало, а мне с ним. Там всё понятно стало. Ну он такой достойный, такой, понимаете, достойный. Вот. И потом говорит, ну ладно тогда, спасибо вам большое. Очень интересная консультация. я там ему, да, рассказывал что-то про камни, у него много было камней, этих, таких аметистов, друзы такие большие. Я говорю, эти камни, они очень сильно влияют на здоровье. Он говорит, ну покажи, как это влияет. Ну я поставил рядом с ним, за его спиной, один аметист. Говорю, ну у вас сейчас повышается давление, это реально. Он говорит, принесите мне аппарат, такой милей. Ну да, повышается. Потом говорю, а вот этот наоборот снижает давление. Аппаратом померил, снизилось давление. Я говорю, а вот этот у вас как бы забирает силы. Ну то есть вам станет сейчас тяжело, он такой сидит. Он начал зевать. Потом пришел такой, дядечка такой, шарики крутит такой, весь такой. И тот это, ну видно его друган такой тоже, эзотерик такой весь. Нахлопученный такой. Он такой смотрит на меня, шарики крутят такой. И этот начал ему рассказ про аметисты вот эти. И тот говорит, да он тебя гипнотизирует, что тут, непонятно. Давление тебе повышает, понижает такой силы такой, крутит шарик. А тот говорит, ааа, разводишь, разводишь на бабке. А я понял, такой начал горать на меня. Ну в общем они там весело им стало вдвоем. ему было скучно, вдвоем весело. Вот. Ну я пошел туда, пошел. Я вышел из этого кабинета. кстати, я когда там сделал, я видел, как проходил мимо его сын, посмотрел их отношения. Ноль. Никаких отношений. Проходила его жена. Ноль. Сердца каменные просто. Нет отношений. Потом секретарша такая, я выхожу, она такая, подойдите сюда, подойдите сюда. Я такой подхожу, сколько стоит ваша консультация? Я говорю, я все консультации даю бесплатно. По-доброму я сказал, она такая. Такой эмоции, я вообще давно не видел таких эмоций. Так ее скребило. Я пошел потом. Чувство собственно достойное. Все очень достойные. Люди очень достойные все. Но при этом это чувство собственно достоинства, иногда люди чувствуют, что они не такие достойные, как эти люди. И начинают стремиться быть такими же, как они. Иногда такие люди достойные, вот эти вот. Они проводят бизнес-тренинги, как быть успешным. Ну и всем рассказывают, ну будьте вот такими же достойными, и всем показывают, вот будьте такими же достойными, как я. Фонты кидают перед людьми, понимаете? И все за большие деньги пытаются копировать вот этих вот достойных, так сказать, вот этих вот всех людей. Понимаете? Запомните, это чувство собственно достоинства, страсти. Оно очень влиятельное. Если ты реально вот, ну, начнешь с этим человеком общаться, то у тебя есть два варианта. Первый вариант. Я побединту, победитус ты, проигрантус. Ну он, как бы, тебе говорит, потому что у него чувство собственно достоинства сильное, и он тебя, как бы, делает проигрантусом. Второй вариант. Это стань таким же, как я. Пляшина в ту же самую дудку. Дуй в ту же самую дудку.